Представители знака Зодиака, Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро-расклад, события ближайшего будущего. Таро на неделю, с 6 по 12 мая. Прекрасное время для вас. Вообще, май месяц для всех знаков Зодиака. Чем-то хорошим будет наполнен, с какой-то радостью. Ну, давайте мы перейдем к нашему раскладу. Конечно, будем реалистами. У нас сегодня я решила взять колоду Таро Ленорман. Называется «Волшебное зеркало» Ленорман. Давайте мы с вами прозеркалим возможную ситуацию на неделе. И зададим наши традиционные вопросы. И первая карта традиционно. Что важно знать или что будет в центре вашего внимания? Чем придется заниматься на неделе с 6 по 12? Чего не избежать, мои дорогие Тельцы? Чему сейчас не время, как видят карты? Что может помешать? А что же будет радовать и помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Как видят карты, финансовую энергию на этой неделе для вас, мои дорогие Тельцы. И личную жизнь. Что же важным будет? Луна. Полная луна здесь как раз. Вы знаете, по этой карте может так произойти, что какой-то вопрос для вас, ну, как зыбок непонятен. Тысячи неопределенностей. У кого-то могут быть дела семейные или вопросы в вашей паре, вопросы взаимоотношений. Что важно знать? Есть какая-то история, когда на вас влияют обстоятельства, мои дорогие. И вы будете продумывать, возможно, и так, и эдак варианты какие-то просчитывать. Но что-то сказать вот на этой неделе наверняка, что будет развиваться в каком-то одном ключе или последовательности, пока сказать невозможно. Луна – это много эмоций, много эмпатии. Вот в этом плане со знаком плюс к нашей личной жизни. Это как раз проигрывается как взаимопонимание, как то, что нас связывает. Когда мы чувствуем, у кого-то чувствуют друг друга, люди даже на расстоянии. Или вы занимаетесь вопросами жилища, что-то обустраиваете конкретно, но где-то с прицелом на будущее все равно. Что-то есть, то, что вы хотите осуществить, но пока это еще не выложилось в какую-то стройную канву последовательности. Пользуйтесь своей интуицией, что важно знать. Ваше шестое чувство вам дает правильные подсказки. У кого-то у нас корабль буквально изображен. Это новое творчество. Или как вы что-то изучаете, каким образом заработать больше денег. Может быть и так. У кого-то это будет связано с поездкой, планируемой перемещением, с приездом к вам человека или отъездом человека от вас. То есть есть какая-то поездка или вам придется буквально, может быть, совершить куда-то поездку, чтобы согласовывать какие-либо вопросы. Или найти информацию для того, чтобы прояснить ту или иную ситуацию. Давайте чего не избежать. Мои дорогие тельцы и девочки, это ваши планы. Вы от начала до конца. Я не могу сказать, что это неожиданности. Хотя могут в вашу жизнь вторгнуться конкретно планы какой-то женщины. Нам не говорят, кто это будет. Может быть, это кто-то из ваших близких. Или, может быть, и вы сами будете что-то реорганизовывать. Сообразно той информации, которую вы получили. Или обдумывать. Но это не есть сама неожиданность. Тут скорее уверенность в собственных силах. А для мужчин это есть, скорее всего, ваша женщина или какая-то очень важная женщина-персона в вашей жизни. И вам придется с ней как-то взаимодействовать. У кого-то это может быть руководитель, мама. Ну, какие-то контакты тоже. Именно через женщину. Может быть, новость услышанная, которую вы не знаете, как к ней отнестись. Или не знаете, как это уместить в распорядок вашей жизни. Чему сейчас не время две женщины. Вот так. Есть ваши интересы. Это для девочек, я говорю. И есть, правда, все-таки и для вас какая-то женщина тоже. Тоже, повторюсь, может быть, это ваша, ну, кто-то родственница, ваша дочь. Или ваша внучка даже у кого-то так может проиграться. Или, опять же, контакты с каким-то человеком, который, ну, вхож либо в ваш ближайший круг общения. Либо вам будет что-то предложено. Все же, смотрите, у нас выпадает, чему сейчас не время. Для кого-то это будет означать как раз ту карту Луна первая, когда тысячи неопределенностей, мы сказали. Есть какая-то, ну, еще пока мутная ситуация, потому что вы не видите какой-то конкретики. И поэтому часть ваших планов будет реализована, но какая-то часть еще поставлена, ну, если не на паузу, то, может быть, это не вы ставите на паузу. А обстоятельства вас вынуждают что-то отложить на потом. Что же вам будет помогать? Любовь, мои дорогие, взаимопонимание, взаимопонимание с близкими, порядок в семье, контакты, эмпатия. Это конкретно для тех, кто один или одна возможность встречи. Партнерство новое, почему нет? Это то, что помогает. Вы можете познакомиться с человеком, мои дорогие тельцы. Планетарно, это правда, для вас по планетам даже прекрасный период. Завершить свой сольный вариант. Выйти из какого-то одиночества, мои дорогие, правда. И с учетом карты Луна вы можете встретить человека, которому вы будете очень интересны. Но вы пока еще на этой неделе не знаете, как к этому относиться. Это что-то стабильное, телец любит стабильность. Или это еще что-то такое обозримое, непонятное даже, да. И тогда карты говорят, не торопись. По этой карте всегда проходит тепло домашнего очага, развитие отношений. И значит, радоваться тому моменту, что происходит. Себя не ускорять. Или что помогает. Конкретно для кого, мои дорогие тельцы, в повестке ваших дел стоит именно перемещение или переезд. Поближе или подальше. Тогда что помогает? Постепенное осуществление каких-то вопросов для того, чтобы съехаться. У кого-то семья или отношения на расстояние. И тогда вы будете что-то прояснять, оформлять документы или узнавать, как правильно это сделать. Но есть вот продвижение по вопросу переезда. Хотя там они говорят, что это произойдет быстро. С другой стороны, карта говорит, вам это помогает, когда мы смотрим в горизонт. И значит, какая-то поездка для вас, если даже откладывается, может быть такое с учетом карты Луна, она состоится, но в какой-то свой период времени. А организовывать или узнавать, как это правильно сделать, оформить, это все равно как будто отказываться не надо, понимаете. Для вас это поездка или переезд судьбоносен. Что скрыто в сердце. Вы можете не рассказывать никому о новом знакомстве или о своих отношениях. Или вы кому-то очень нравитесь. Мы говорим, да, что можно даже для тех, кто один или одна встретит человека. И тогда вам человек это не признается. Возможно, это любовь с первого взгляда у кого-то и так. Но либо вы тогда не говорите о своих чувствах открыто, либо и человек, которого вы встретили, но вы ему очень понравились. Он тоже может немножко так быть в замешательстве. Мог не предполагать, что бывает любовь с первого взгляда. И вполне вероятно, по карте Луны мы говорим эмпатия. Ну, двое как сердца соединены, но пока еще какой-то путь, либо узнавание друг друга, либо согласование каких-то вопросов. Вот здесь у каждого по-своему должен тоже пройти. Но нет подвоха. Тут любовь, мои дорогие, скрыта. Дела работы бизнес. Вы знаете, скорее всего, вы тут какую-то реорганизацию будете проводить или будете готовы к переезду и тогда завершать какие-то вопросы. По карте креста есть судьбоносность момента. И поэтому, правда, обстоятельства будут складываться каким-то определенным образом, и что-то вы не в силах изменить. По этой карте мы на чем-то все же ставим крест. Поэтому я и сказала, что определенный этап вашей жизни, мои дорогие тельцы, точно закончился. Видимо, и вы придете к этому знаменателю, что да, вот как прежде, уже теперь не будет. И в мае мы все будем большими реалистами, потому что нам захочется быть более счастливыми. И мы благодаря Марсу в Овне и, кстати, Меркурию, который до 15-го числа тоже в знаке Овен, это больше конкретики. Значит, есть то, что, возможно, еще пока не определилось, но с какой-то позиции своей вы определитесь наверняка. У кого-то из вас, именно в этой колоде карт мы говорим, зеркало, волшебное зеркало, так называется эта колода. Это когда мы ставим крест на прошлом, когда мы не заглядываем, не оглядываемся назад. Была какая-то разочаровывающая ситуация, может быть, по части дела работы, бизнес. И мы понимаем, что да, в сложный период нам тоже довелось пройти. И знаете, волей, разума и сердца мы должны преодолеть какие-то преграды. Мы не должны застрять в какой-то патовой ситуации. Знаете, вообще от вашего оптимизма, мои дорогие тельцы, будут зависеть решения очень многих вопросов. Что для нас важно? Вот, наверное, для себя окончательно прояснить. И это, возможно, сделать будет не так просто. Луна, опять же, определится в ваших направлениях по части бизнеса работы, смены работы или дальнейших направлений. Но здесь есть еще и, как, может быть, информация к вам приходит на этой неделе, когда больше что-то все равно проясняется. Оно не все для вас ясно, как я уже сказала. Но когда выпадает крест, это все же определенный знаменатель вы подводите. Давайте посмотрим, что у нас по деньгам Солнца. В получении денег. Ну, карта Солнца – это выбор правильного направления. Пусть у нас Ленорман, но Солнце – это всегда радость. Это всегда наполненность эмоциями. Это уверенность в собственных силах. Это возможности. Это то, что нам освещает путь. Вообще удивительно разные энергии у вас на этой неделе. Луна и Солнце. Два светила, по сути дела. И, как я уже сказала, какие-то вопросы еще под сомнением, или еще не завершены, или непонятно, что нужно делать. По ходу развития событий вы это будете узнавать. Но по части благополучия и финансов, или откуда к вам приходит доход, или это вы пробуете себя в новом деле, и тут, скорее всего, вы видите уже прогресс. Либо помощь партнера, вот у кого-то и так может проиграться, есть Солнце, и есть какие-то возможности. Это как и покой души, уверенность в завтрашнем дне, так и дар творчества. Среди вас очень много творческих людей, и мы говорим про деньги. Получение гонорара, или прогресс в вашем творчестве, или стать популярным, почему нет. Совершить то, что вы хотели, но каким-то образом это тоже согласуется с финансами, со знаком плюс. Личная жизнь, крысы. Эта карта всегда говорит о том, что, ну, о себе много не рассказывать. Есть тот, который, ну, как вредитель. Крысы в этой колоде карт, они нам говорят о мелочности какого-то человека, который отчасти может повредить, или он преследует свои планы. Вам выпадают две карты женщины, и я сказала, что если это девочки, это вы сами. Мною присутствует другой человек, может быть, конкретная женщина, и еще одна, которая... Для мужчин, кстати, это тоже так же. Проиграется две тогда женщины. И одна абсолютно, в которой вы уверены, та, которая вас заинтересует, или это как новое знакомство, может быть, но, может быть, какие-то прежние отношения, или еще взаимодействие с вашим руководителем, или прежняя личная история, или кто-то из ваших родственников неправильно и дает советы, а вы всегда прислушивались. И тогда вам просто-напросто могут повредить. По крысам это всегда своего рода зависть, мои дорогие. Зависть к вашему счастью. А рядом у вас карта солнца. Пусть это позиция денег, но ведь это, в принципе, наше благополучие. Это самореализация и какие-то дальнейшие перспективы. Мои дорогие телецы, это для всех. Вашему успеху конкретно кто-то может завидовать. Несмотря на то, что это может быть человек, который вхож в ваше ближайшее окружение. И поэтому вам нужно быть очень внимательным, слушать свою интуицию и о себе много не рассказывать. Храните в тайне свои планы по дальнейшему плану как самореализации, так и потому, что вы, как вы, допустим, хотите изменить свою жизнь. Или то, что вы хотите переехать куда-то. Тоже не распространяйтесь слишком много. Потому что всегда по аркану крысы это кто-то сидит тихо, себя не выдает. А в нужный момент он готов броситься буквально, чтобы нам препятствовать в чем-то. Или это, знаете, может быть ложный друг. Или, мои дорогие телецы, меня смотрят люди из разных стран. И обстановка вокруг вас может быть такова, что, как подглядывает кто-то, подслушивает. Одним словом, вам на этой неделе нужно хранить свое счастье. И быть больше недоверчивым, вот с учетом карты Луна, когда не повредит каждого человека в вашем окружении. Оценивать с позиции, а могу ли я доверять. Или попытаться прочувствовать, а что ты задумал. По крайней мере, задавать себе такой вопрос. Тем самым, причесав свое окружение, разобраться в людях, которые, может быть, вхожи в ваш дом. Или, ну, знают о вашей личной истории. Все-таки на личную жизнь это выпадает. Чтобы не позволить помешать собственному счастью. Перекладывайте на себя, мои дорогие телецы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.